Елена Фиолковская в этот день так и не попала на работу. Всё начиналось по привычному утреннему распорядку. Она уже была готова выходить из дома. Мама хозяйничала на кухне, ребёнок мирно спал в своей комнате. Но идиллию разрушил душераздирающий крик соседки. Женщина открыла входную дверь и в квартиру повалил чёрный дым. Я вызвала сразу пожарную, и ребёнка отдела, мы выскочили на улицу. Мы зашли около девяти часов, где-то только попали домой. Всё было в дыму. Все окна открыты, всё убираем. Мы даже не успели, если честно, мы даже испугаться сразу не успели. Сразу, конечно, паника началась, потому что увидели дым, услышали запах и, соответственно, сразу запаниковали. Последние силы хозяйка потратила на мольбу о помощи, но покинуть свою квартиру сама уже не смогла. Сотрудники МЧС обнаружили пенсионерку без сознания в коридоре, вынесли на свежий воздух и передали медикам. Те доставили женщину в реанимацию с отравлением продуктами горения. Девушки, в какую повезёте? В ЦБ. В Пушика. В Пушика, понял. Пожар в квартире Нарокоссовского поднял на уши весь дом. Как минимум семь человек пришлось эвакуировать. По рассказам соседей, очевидных причин здесь быть не могло. Тихая семья пенсионеров, которая жила вместе с сыном, никому не доставляла проблем. Вопрос, который повис в воздухе вместе с дымом – как же так? На белом снегу хорошо видны чёрные пятна. Некогда уютное кресло прогорело до каркаса. В диване, на котором собиралась вся семья, видны пружины и поролон. Картина пугающая. К запаху гари и приездам спасателей в этом подъезде привыкли. Но обычно зачинщик – квартирант на втором этаже. Что же произошло на восьмом, в этом ещё предстоит разобраться специалистам. Сейчас на месте работает Следственный комитет и МЧС. Но одно известно уже сейчас – пожарный извещатель мог бы предупредить беду. Спасатели напоминают, что для раннего обнаружения пожара необходимо в жилых комнатах домов либо квартир устанавливать автономные пожарные извещатели. Они своим громким сигналом оповестят в случае задымления и спасут чью-то жизнь или имущество. 97 пожаров с начала года и 11 погибших. Это цифры только по городу. В масштабах страны уже произошло свыше 5800 ЧП. Пламя унесло жизни больше 600 человек. Чудо, что в этот день Бобруйск не пополнил печальную статистику. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.